Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. И вот некоторые темы выпуска. Суточный антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в Казахстане. Между тем, ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию не все страны за. Казахстанцы стали богаче или беднее? Жители спросили о доходах и качестве жизни. Результаты в деловом обзоре новостей. Олимпиада в Токио. 14-й день соревнований. Кто уже выступил и за кого еще предстоит болеть сегодня? Об этом и не только. Расскажем прямо сейчас. Суточный антирекорд по смертности зафиксирован в Казахстане. По данным МВК, коронавирус стал причиной гибели 125 человек. Еще 33 скончались от пневмонии. Лечение продолжают получать свыше 100 тысяч пациентов. Между тем, за последние 24 часа в республике выявили почти 7800 новых случаев заражения. Алматы, Нурсултаны и Карагандинская область по-прежнему остаются в лидерах по заболеваемости. В красной зоне продолжают оставаться все регионы, кроме Туркестанской области. Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 200 миллионов человек. Такие данные публиковали в университете Джонса Хопкинса. Умерли от инфекции свыше 4 миллионов. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, где ковид подтвердился у 35 миллионов американцев. Затем следует Индия. Почти 32 миллиона инфицированных. Химии замыкают тройку антилидеров. Бразилия плюс 20. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения призвали приостановить ревакцинацию от коронавируса как минимум до сентября. Такая мера позволит обеспечить достаточный уровень первичной вакцинации в мире. Так, по плану организации, заявленному в мае, в каждой стране должны быть привиты не менее 10% населения. Если государства с высоким уровнем дохода этот план перевыполнили, то менее развитые с ним не справляются из-за дефицита препаратов. В США, к слову, выступили против этой инициативы ВОЗ. В Белом доме считают, что Штаты могут начать повторную иммунизацию и отправлять вакцины в качестве пожертвования. Мы призываем всех, у кого есть влияние – олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе – поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября. В Узбекистане непривитых от ковида сотрудников будут отстранять от работы соответствующий указ, подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. На фоне ухудшающейся эпидситуации в республике власти приняли решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования. Всего на сегодняшний день в стране использовано свыше 8 миллионов доз вакцин. Александр Кариков – один из первых посетителей пункта вакцинации. Мужчина работает охранником. Прививку от коронавируса пришел получить по собственному желанию. Я сам и заявил желание, потому что, ну как сказать, сейчас среди знакомых очень часто встречаешь тоже с заболеваниями. И у меня такая работа связана напрямую с контактами с людьми. Люди каждый день у меня проходят от 100 до 200 человек. Ну поэтому в целях безопасности, своего здоровья решил сделать. Массовая иммунизация населения от коронавируса в Узбекистане стартовала еще в начале апреля. Для желающих привиться доступны 4 вида вакцин. В планах правительства до конца ноября вакцинировать 70% жителей. На сегодня оба компонента получили около миллиона 200 тысяч человек. В старше 18 лет любая категория граждан прививаются. В нашем специальной комиссии утверждена Е78 протокол, в котором показано, что старше 18 лет люди имеют право получить вакцину. И всем старше 18 лет мы сейчас прививаем. Это там указано, значит, парикмахеры, рестораны, сотрудники ресторанов, сотрудники МВД, госорганов, учителя, воспитатели, все категории. Тем временем эпидситуация в стране остается сложной. Для того, чтобы остановить рост, президент подписал закон, который разрешает отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. К слову, выплачивать заработную плату на период отсутствия работника организации не будут. Отмечу, новое правило не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. К этой категории граждан относятся беременные женщины, а также пациенты, перенесшие ковид в последние полгода. Они должны регулярно сдавать ПЦР-тест. Для граждан Узбекистана эта процедура бесплатна. Зауреш Думанхаза, Осель Абдокалыкова, Риад Шони, Хабар, 24, Узбекистан. Качество жизни казахстанцев исследовали в Бюро национальной статистики. Довольных своим положением граждан в стране стало меньше, особенно финансами. При этом большинство участников опроса, это 65,6%, отнесли себя к среднему классу. Подробнее о результатах исследования в деловом обзоре расскажет Камила Тоснамбекова. Сельское население жизнь устраивает больше, чем городское. 70% против 56%. Это данные Бюро национальной статистики. Если не делить респондентов по месту проживания, то число граждан, которым нравится их положение, в 2021 сократилось. Если в прошлом году таких было 63%, то в этом году уже на 2% меньше. Доля тех, кто на вопрос о качестве жизни отметил пункт, частично устраивает, выросла с 35 до 38%. При этом незначительно уменьшилось количество тех, кто всем недоволен. Опросили казахстанцев и по уровню материального обеспечения. Большинство респондентов отнесли себя к среднему классу. В целом степень удовлетворенности населения своим финансовым положением за год снизилась и составила чуть больше 40%. Остальные в анкетах указали, что их благосостояние не изменилось. При этом 6,5% человек отметили, что их жизнь стала хуже по сравнению с прошлым годом. Многолетний рекорд по сумме долгов побили американцы. Закредитованность населения в США во втором квартале этого года росла самыми быстрыми темпами за 8 лет. Ее уровень увеличился на 2%. Такие подсчеты привели в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Общий объем обязательств граждан приблизился к 15 триллионам долларов. Значительную часть в долговой корзине американцев заняла ипотека. Размер жилищных займов возрос на 282 миллиарда долларов и достиг почти 11 триллионов. Сумма кредитов по картам увеличилась на 17 миллиардов. На автомобиле банки выдали больше 33 миллиардов. При этом уровень просрочек остался достаточно низким, отмечают в Федеральном резервном банке. Эксперты связывают это с мерами поддержки заемщиков, выделенными в пандемию. 2020 год стал худшим в истории авиакомпании. Из-за пандемии их убытки превысили 126 миллиардов долларов. Анализ глобальных перевозок сделали в Международной ассоциации воздушного транспорта. Общая выручка авиакомпаний сократилась на 69% до 189 миллиардов долларов. Сильнее всего, по подсчетам экспертов, от снизившегося пассажиропотока пострадал Ближний Восток. Далее следует Европа и Африка. Воздушное сообщение в прошлом году в мире сократилось более чем наполовину по сравнению с 2019. В разгар кризиса в апреле 2020 из-за закрытых границ было остановлено 66% мирового парка коммерческого воздушного транспорта. Интересную статистику представили в Великобритании. Если жители этой страны начнут реже выбрасывать повседневные вещи, то в ближайшие 15 лет в Соединенном Королевстве появится 450 тысяч новых рабочих мест. Аналитический центр Green Alliance рекомендует Великобритании сфокусироваться на ремонте и переработке мусора. Например, пластиковых бутылках, гаджетах и бытовой технике. Из-за того, что в стране в полной мере для этого не налажена инфраструктура, отходы приходится отправлять на свалки. Тогда как треть из прогнозируемых Green Alliance вакансий можно было бы создать на разных этапах переработки. Пластика. Чтобы свести отходы к минимуму, эксперты рекомендуют отменить НДС на ремонт техники. Это тоже ниша для создания новых рабочих мест. Кроме этого, правительство Великобритании попросили рассмотреть право на ремонт. Такая мера действует уже во Франции. Она подразумевает, что потребительские товары от автомобилей до телевизоров должны разрабатываться таким образом, чтобы их было проще ремонтировать, чем выбросить. Все это составляющие экономики замкнутого цикла отмечают в аналитическом центре. Без такого подхода к 2035 году в стране удастся создать только 40 тысяч новых рабочих мест. На этом у меня все. Не переключайтесь. 14 олимпийцев представят Казахстан в 14-й день игр в Токио. Одним из главных событий дня станет поединок Сакена Бибосынова за выход в финал. Ближе к полудню казахстанец поборется за последний шанс сборной на золото в боксе. В час дня вольник Нурислам Санаев сразится за бронзу. Также в соревнованиях сегодня стартуют наши каратисты. Кроме того, болельщиков ждут выступления казахстанцев в спортивной ходьбе, в велоспорте на треке и современном пятиборье. И о первых результатах. Виталий Худяков в финальном заплыве на открытой воде в дистанции 10 километров показал 21-й результат и завершил участие на играх. Легкоатлетки Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова не смогли пройти квалификацию по прыжкам в высоту. Проиграли свой бой за выход в четверть в финал вольник Юсуп Ватермурзаев. А Татьяна Ахметова в женской борьбе уступила Роксане Засиной из Польши. Удалось пройти дальше Даниэру Кайсанову. На старте он одолел хозяина ковра от огуроки и суки. Теперь за выход в полуфинал ему предстоит поединок с вольником из Египта. Болеть за наших спортсменов можно в прямом эфире телеканала Хабар. Я напоминаю, в прямом эфире вы смотрите новости Хабар 24. Спустя год после взрыва в Бейруте ливанскую столицу охватили массовые протесты. Вышедшие на улицы жители считают, что власти не справились с последствиями трагедии, унесшей жизни сотен людей. Многие недовольны и итогом расследования. В частности, до сих пор не названа точная причина случившегося. Между протестующими и полицией произошли столкновения. Силовиков забрасывали камнями и бутылками. А тем, в свою очередь, пришлось использовать водометы и слезоточивый газ. Мы здесь, чтобы нас услышали. Мы ничего не можем сделать, кроме того, как выйти на протест. Больше ничего не осталось. Прошло два года с начала революции и ничего не изменилось. Напомню, мощный взрыв в порту Ливана прогремел в прошлом году. 4 августа взорвалось почти 3000 тонн аммиачной селитры. Погибли больше 200 человек, тысячи получили ранения. Ударная волна разрушила половину города. Лесные пожары на юге Турции добрались до тепловой электростанции. Весь персонал экстренно эвакуирован. В целях безопасности были утилизированы химикаты, которые хранились на объекте. В некоторых районах города Амеляса отсутствует электричество. Пожарным не удается взять ситуацию под контроль из-за ветра и сильной жары. Мы столкнулись с пожаром на электростанции. Надеюсь, мы справимся с этим, прежде чем он полностью распространится. Выжженные пожарами леса на снимках заметны огромные клубы дыма. Власти обещают высадить на сгоревших территориях новые деревья. Горят леса и в Якутии огнем охвачена территория в 4 миллиона гектаров. Это стало причиной рекордного количества выбросов углекислого газа, которые могут привести к таянию вечной мерзлоты, говорят ученые. Как минимум 11 мигрантов погибли в результате ДТП в американском Техасе. Переполненный фургон опрокинуло на скоростном шоссе недалеко от границы с Мексикой. По предварительной версии водитель не справился с управлением на одном из поворотов и врезался в бордюр. От удара машина перевернулась. Чудом, десятерым удалось выжить. Они получили травмы и госпитализированы в больницу. К событиям в нашей стране полицейские Петропавловска просят родители быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра. За последнюю неделю в городе произошло два преступления в отношении малолетних детей. Один подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера задержан. По другому делу виновный пока остается на свободе. О других чрезвычайных происшествиях в нашей ежедневной рубрике. В семье спасатели оказали помощь мужчине, которого зажало в машине во время ДТП. На дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и КАМАЗ. Водитель легковушки не смог самостоятельно выбраться из салона. Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали панель автомобиля и освободили ноги мужчины. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют. В Алматы произошел крупный пожар. Горели склады в Алатауском районе. Огонь охватил тысячу квадратных метров. Создавалась угроза его распространения на соседние строения. Оттушение осложнялось двойной кровлей. В итоге пришлось вскрывать строительные конструкции с помощью аварийно-спасательных инструментов. Чтобы локализовать возгорание и спасти от огня, находившиеся внутри товары пожарным потребовалось меньше часа. Жертв и пострадавших нет. В Усть-Каменогорске утонул 18-летний парень. Одежду пропавшего три дня назад жителя областного центра горожане нашли на берегу реки. Среди вещей был мобильный телефон, по которому они связались с родными. Спасатели приступили к поисковым работам. Однако позже стало известно, что тело молодого человека в реке Ульба обнаружили очевидцы. Пьяный водитель устроил погоню в центре Талдыкургана. Во время патрулирования улиц полицейские потребовали остановить автомобиль Субару. Водитель проигнорировал указания и попытался скрыться. Однако стражи порядка догнали его и прижали к обочине. Как выяснилось, у автовладельца были причины для паники. Во время беседы полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила проведенная позже экспертиза. 35-летнего мужчину арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет. Автор Daily Mail рассказал в своей статье о пороховой бочке, на которой сидит человечество. Его выводы действительно заставляют задуматься. В рубрике «Между строк» продолжение темы. Вирусная нагрузка варианта «Дельта» более чем в тысячу раз выше, чем у исходного штамма, показало новое исследование. В Центре по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Гуандун объяснили, почему выросли риски заразиться коронавирусом. Кратко об исследовании пишет издание «Хаффингтон пост». Ученые обследовали около 60 человек. Образцы из носоглотки позволяют оценить количество вируса, циркулирующего в лоросфере у пациентов на данный момент. При сравнении количества вируса у этих пациентов и количества, обнаруженного у пациентов первой волны в прошлом году, вы получили число 1260, говорит Джереми Гетш, специалист по моделированию вирусной динамики. Именно во столько, в 1260 раз, по данным проверки, выросла вирусная нагрузка. Это значит, что инфицированный человек будет выделять гораздо больше вируса и, следовательно, будет более заразным. Конечно, добавляют авторы работы, и без этих вычислений было ясно, что вариант «Дельт» распространялся гораздо быстрее, чем исходный возбудитель. Но новые данные наглядно показывают, что суперраспространителей коронавируса стало намного больше. Во время Олимпийских игр Япония устанавливает новые рекорды по заболеваемости. Растут опасения по поводу коллапса системы здравоохранения в стране, пишет немецкое издание «Зюдойче Цайтунг». Журналист Мартин Кёлинг отмечает, инфекция распространяется беспрецедентными темпами, в том числе в столичном регионе Токио и в регионе Осака. Правительство страны ввело новые ограничения и расширило зону действия чрезвычайного положения. В Японии, где пациентов с COVID-19 могут лечить только в государственных больницах, растут опасения, что коллапс системы здравоохранения повторится. Весной, во время четвертой волны в Осаке несколько десятков человек умерли в своих домах. Они тщетно ждали места в больнице, озвучивает проблему Кёлинг. Люди с другими заболеваниями и экстренные пациенты также испытывали трудности с поиском клиник. Эпидемиолог Хироши Нишуура из Киотского университета прогнозирует, в августе в столице ежедневно будут выявляться 10 тысяч новых случаев заражения. Особенно в зоне риска сейчас находятся молодые люди. Премьер-министр страны Йосихиде Суга выступил с заявлением, в котором отрицает связь роста числа заражений с играми. По его словам, среди тех, кто имеет непосредственное отношение к Олимпиаде, пока было зарегистрировано около 200 случаев заражения, и лишь немногие из них связаны со спортсменами. Однако эпидемиологи возражают, указывая на косвенную связь. В настоящее время волну заражений провоцируют молодые японцы, которые, будучи воодушевленными Олимпийскими играми, все чаще посещают бары и пабы ночного Токио. Климат Земли прошел точку невозврата. О пороховой бочке, на которой живет человечество, рассказывает автор Daily Mail Крис Чуация. Новое исследование показало, 16 из 31 жизненно важных показателей Земли, включая концентрацию парниковых газов, закисление океана и поголовье жвачных животных, недавно установили новые рекорды. Это происходит, несмотря на замедление, наблюдавшееся в 2020 году в результате пандемии, указывает газета. «Мы уже преодолели переломные моменты, которые ассоциируются с важными частями экосистемы Земли, включая тепловодные коралловые рифы, тропические леса Амазонии и ледниковые покровы Западной Антарктики и Гренландии», заявил главный автор исследования, ученый из Орегонского университета Уильям Риппл. «Все пять самых жарких лет в истории произошли с 2015 года», – констатирует газета. В сочетании с увеличением числа стихийных бедствий, продолжающимся ростом уровней углекислого газа, метана и закиси азота, ситуация превратилась в пороховую бочку и требует немедленного внимания, – говорится в статье. Авторы исследования предлагают в первую очередь взяться за радикальное сокращение парниковых выбросов, во-вторых, сократить поголовье жвачных животных, число которых превысило 4 миллиарда, и в-третьих, прекратить масштабную вырубку лесов. Калифорнийский стартап Joby Aviation установил рекорд дальности полета электрического летательного аппарата. Компания опубликовала видео, на котором полноразмерное аэротакси, рассчитанное на пилота и четырех пассажиров, совершает полет на расстоянии 249 километров на одном заряде аккумулятора. Общее время в воздухе – 77 минут. Для электрической авиации это достижение, – отмечает ресурс TechCrunch. Компания, которую поддерживает Toyota и которая является собственностью Uber, заявила, что к 2024 году планируют запустить службу воздушных такси, включая региональные рейсы. Joby Aviation говорит, что смысл полета на 240 километров заключается в том, чтобы продемонстрировать, как далеко летательное средство компании способно долететь без подзарядки. Основатели Joby Aviation заявляют, что благодаря инновационным аккумуляторным технологиям достигли того, что многие считали невозможным. Кроме того, это первый шаг к налаживанию сети удобных авиаперевозок без вредных выбросов. Продолжаем выпуск. А в небольшом селе Долонь, что в Восточно-Казахстанской области, разгорается нешуточный скандал. Из-за малого количества учеников старшие классы в местной школе хотят закрыть. Доучиваться детям предлагают в районном интернате. Родители категорически против выдвинутых условий и бьют тревогу. Они просят дать возможность окончить школу в родном селе. Ася Мутешева выясняла, где же прозвенит для выпускников последний звонок. Денису Парфенову до получения аттестата о среднем образовании осталось учиться год. Однако окончить родную школу ему теперь мешает вынесенное акиматом постановление. Старшие классы в селе под угрозой закрытия. Местную школу планируют реорганизовать в девятилетнюю. Друзья у меня все здесь. Конечно, хотелось бы закончить. Да, и чтобы другие заканчивали. У меня сестренка учится, братишка. Не горю желанием ехать в интернат. Дом здесь. Хочу здесь учиться. Закрыть старшие классы в Долоне планировали еще в прошлом году. Как выяснилось, образовательное учреждение не соответствует нормативным требованиям. В школе учатся меньше учеников, чем должно быть по стандартам. Родителям предложили альтернативу – перевезти детей в соседний район. Но сельчане против. Обращались к Акиму района. Нам везде было сказано, что идут большие затраты, что им легче открыть интернат, потому что на интернат будет уходить меньше денег. У нас, что в год у нас уходит на наших детей 16 миллионов. Получается так, что деньги дороже наших детей. Мы не хотим отдавать детей в интернат, потому что мы хотим, чтобы наш ребенок был при родителях. Президент только как говорил, чтобы не закрывали школу в сельских местностях, чтобы поднимали наоборот село. А у нас что? Никто не хочет почему-то нас понять. Сейчас такая пандемия. Я не могу своих внуков отправить в интернат. Где гарантия, что они там не заболеют? Чтобы сохранить старший класс, родителям даже предлагали взять детей на патронатное воспитание. Но такую идею никто не поддержал. Ну как взять ребенка? Это же корыстная цель получается, чтобы школу оставить. А для ребенка завтра это будет травма. Я такой грех, как говорится, на душу не хочу брать. Просто сейчас, если школу закроют, деревня распадется. Это точно. По нормативам школе должны обучаться свыше 81 ребенка. А сейчас их в селе 61. В 11 класс перешли всего 2 человека. В 2019 году было проведено ревизионная комиссия проверкой. Согласно этого отчета, отлежат к замене статуса школы. То есть в среднем она основную школу. Это все согласно закону делается. Контингент уменьшается, получается уже нецелесообразное идет финансирование. Между тем в школе ежегодно проводится ремонт. В прошлом году перевели в порядок систему теплоснабжения. Увеличили библиотеку, заменили окна, открыли класс робототехники. Проведена реконструкция у нас соманного здания школы, где сейчас у нас находится мини-центр полного дня пребывания. Завезена мебель в каждой классе. Школа вообще рассчитана на 120 детей. В 9 класс у нас перешли 4 детей. В 10 у нас 5. Школа 70-летней истории, которая может навсегда лишиться статуса средней, не единственная в районе. Реорганизовать учебные заведения планируют еще в трех селах Бескарагайского района. Асим Утешева, берег Жобулайлы, Хабар, 24, Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24, Восточно-Казахстан. Все больше и больше мы слышим о том, как роботизированная система входит в жизнь человека. Какие изменения ждут нас в будущем? Об этом расскажет подробнее Иван Тулинов в программе «Хайтек». Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала «Хабар-24» проект «Хайтек» в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня чиним и лечим. Vodafone начал использовать искусственный интеллект для быстрого обнаружения и устранения сетевых проблем. Крупный оператор мобильной связи обратился к технологии машинного обучения как к способу решения проблем до того, как они повлияют на клиентов. Система обнаружения неполадок основана на технологии Nokia Bell Labs. В ней используются интеллектуальные алгоритмы для обнаружения аномалий, которые могут отрицательно повлиять на качество работы сети. Служба размещена на облачной платформе компании. Она предоставляет инженерам подробную информацию, которая помогает исправлять проблемы. Но апгрейд с помощью AI даст ей возможность самой проактивно решать проблемы. На данный момент система развернута на 60 тысячах участках с 4G в Италии. К началу следующего года планируется запустить ее по всей Европе. Ожидается, что компания сможет автоматически обнаруживать 80% проблем с сетью и пропускной способностью. Почему ваш кот сегодня не в настроении? Искусственный интеллект поможет понять животных. Канадская компания Silvestre AI создала приложение для определения состояния домашних питомцев. Кошки не слишком любят показывать, каково у них настроение и что их беспокоит. Но приложение, основанное на искусственном интеллекте, умеет декодировать те едва уловимые признаки на кошачьих мордах, что позволяют оценить их самочувствие. Это помогает владельцам кошек узнать, болеет их кошка или нет. Все, что нужно сделать, это сделать снимок с помощью камеры и узнать результат. Апплит под названием Table использует шкалу Feline Grimmas Scale для оценки боли у кошек. Анализируется положение ушей, то, насколько закрыты глаза, напряжение мышц морды, изменение положения усов и головы. Специалисты ветеринарной клиники Wild Rose Cat Clinic в Калгари помогали разработчикам совершенствовать алгоритм приложения. Это потрясающая концепция. Когда она впервые обсуждалась, я была очень взволнована, потому что я люблю кошек, я росла с ними. Я настоящая кошатница, и я довольно хорошо умею читать их тела. Но для других коллег, для тех, кто недавно завел животное, могут быть трудности. Вряд ли они смогут понять, болит ли кошка. По словам некоторых первых пользователей, приложение не всегда работает хорошо. Журналист Стефан Боассона протестировал бета-версию и наткнулся на несколько проблем. Я использовал его, когда жил с тремя кошками, и одна из них была черной. Приложению немного трудно считывать кошачью морду. Но машинное обучение позволит программе учиться по мере того, как все больше людей будут его использовать. В этом, собственно, и есть смысл машинного обучения. Надеемся, разработчики также внедрят в программу функцию для выявления причин, почему кот что-либо испортил или напакостил в квартире. Наверняка тогда апплит станет очень популярным. Человеческий интеллект или искусственный. Какой из них лучше, когда речь идет об управлении летающими машинами? И у нас для популяции Homo sapiens плохие новости. Исследователи из Цюрихского университета буквально на днях доказали, что в гонке дрон, управляемый компьютерной программой, способен побеждать квадрокоптеры, управляемые людьми-операторами. Автономные дроны — не новая разработка. Однако прежде они считались не такими эффективными, как квадрокоптеры, управляемые человеком. И вот ученые из Цюрихского университета создали алгоритм, который позволил компьютеру превзойти мастерство пилотов-людей. Таков итог экспериментальной гонки. Филипп Фенн, член команды исследователей, сообщил, что ключевая идея разработки заключается в том, что алгоритм просто говорит дрону преодолевать препятствия, но не говорит, как и когда квадрокоптер должен это делать. Дрон просто тренировался на гоночной трассе, как и его соперники-люди, а затем пролетел по маршруту быстрее людей. Вы смотрите Хабар 24, и мы продолжаем. Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 200 миллионов человек. Такие данные опубликовали в университете Джонса Хопкинса. Умерли от инфекции свыше 4 миллионов. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, где ковид подтвердился у 35 миллионов американцев. Затем следует Индия, почти 32 миллиона инфицированных, и замыкают тройку антилидеров Бразилия. Плюс 20. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения призвали приостановить ревакцинацию от коронавируса как минимум до сентября. Такая мера позволит обеспечить достаточный уровень первичной вакцинации в мире. Так, по плану организации, заявленному в мае, в каждой стране должны быть привиты не менее 10% населения. Если государства с высоким уровнем дохода этот план перевыполнили, то менее развитые с ним не справляются из-за дефицита препаратов. США, к слову, выступили против этой инициативы ВОЗ. В Белом доме считают, что штаты могут начать повторную иммунизацию и отправлять вакцины в качестве пожертвования. Мы призываем всех, у кого есть влияние – олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе – поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября. Крайне напряженная эпицитуация в Мангистауской области. За последнюю неделю в регионе зарегистрировали более 60 летальных случаев. Загруженность ковидных стационаров превысила 60%. В реанимации находится свыше 100 больных. Основная масса в тяжелом состоянии. Лечение от инфекции получает 55 детей. Главный санитарный врач области связывает такой рост с несоблюдением карантина и слабыми темпами вакцинации. Факта в гибели вакцинированных жителей не зарегистрирована. Нужно отметить, что более 100 человек заболели после вакцинации, но они уже были заражены до этого. Болезнь проходила бессимптомно. Человек, получивший прививку, переносит ее легче. И новость из Токио. Казахстанец Данияр Кайсанов вышел в полуфинал соревнований по больной борьбе на Олимпиаде. В решающем поединке наш спортсмен одержал уверенную победу над египтянином Хасеном Рамаданом. За место в финале нашему борцу предстоит сразиться с бывшим чемпионом мира Заурбековым-Седаковым из России. Что ж, пожелаем удачи нашим спортсменам. И на этом пока все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok